Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплёв. Если вы провели целый день забумажной работой и не в курсе того, что творится за окном, не переживайте, за несколько минут я расскажу, чем отличилась Самара за последние сутки. Поехали. Жителям двухэтажки на улице Юбилейной пришлось выпрыгивать из окон, чтобы остаться в живых. В лютый мороз десяткам людей пришлось наблюдать жуткую картину. На их глазах горел их же дом. Во время пожара одного из постояльцев не досчитались и пока судьба человека под вопросом. Репортер работал на месте событий и попробовал выяснить, из-за чего разгорелось пламя. Думаю, будет у нас терять день, да всё, у ребёнка своя комната, как люди, будем жить, ребёнок, делали, чё. Теперь всей семье Светланы Соколовой придётся искать новую мечту. Сокрушительный пожар второй степени внёс свои коррективы в устроенный быт молодой семьи. Разгоревшееся в 12 часов дня пламя буквально за 30 минут проглотило двухэтажный барак, превратив в пепел всё нажитое непосильным трудом. Из трёхкомнатной квартиры успели вынести только кота Кирюшу. Я приехала с работы, ребёнок, слава богу, на продлёнке в школе. Вот живой остался, тоже хорошо. В доме всё залито, всё, не знаю, у нас ремонт вот только в том году сделали. Но это не важно, там главное, что живы все. На месте оказались 14 пожарных расчётов. Больше двух часов сотрудники МЧС в поте лица пытались локализовать пламя. Однако, несмотря на это, барак полностью выгорел изнутри. По прибытию к месту было установлено, что горит открытым пламенем леченая клетка с первого по второй этаж, во втором подъезде и квартира на первом этаже. Значит, на месте два пострадавших госпитализированы в больнице Симашки. Очевидцы говорят, что дым заметили сразу, но решили, что трубу прорвало в домах такого плана. Это обычная ситуация. Лишь когда из окон стали выбрасывать документы, а на улицу высыпали не по сезону одетые соседи, стали бить тревогу. Причину фатального пожара еще предстоит выяснить. Сотрудники экстренной службы отказываются от предположений, но вот сами жильцы, кажется, уже знают все ответы. И сколько говорили, проводку менять надо в подъездах. Это все, видимо, из-за проводки, потому что загорелся подъезд. Эту ночь погорельцы переживут в маневренном фонде. Это был первый и главный вопрос, занимавший их на фоне тлеющих углей. И только спустя три часа пострадавшие обнаружили, в списках спасенных не хватает одной пенсионерки. Ее местонахождение до сих пор неизвестно. Сейчас ее разыскивают по родственникам, но спецслужбы не отрицают, что женщина могла просто не успеть выбраться из пожарища. Смотрите по сторонам, господа, особенно когда переходите дорогу. На заводском шоссе сегодня погиб отец семерых детей. Мужчина решил прибежать улицу 22-го партиезда и угодил под большегруз. Водитель сразу даже не понял, что под его колесами оказался человек. Пешеходу не смогли помочь медики, он скончался на проезжей части. Они друг друга не знали и даже не видели, но их встреча оказалась неминуемой. Водитель МАЗа медленно двигался в пробке по заводскому шоссе, а 38-летний мужчина тем временем решил перейти дорогу в неположенном месте. Выбрал удачный момент и успел сделать всего один шаг. Еще несколько метров его уже бездыханное тело тащило под собой огромная фура. Все произошло так быстро, что водитель просто не успел затормозить. Он ушел, я же остановился, а там КАМАЗ приехал. Как приехал, даже я не заметил там. У пешехода просто не было шансов. После столкновения он угодил головой прямо под колеса большегруза. Упаде он иначе, ДТП со смертельным исходом могло бы и не быть. Дальше будет следствие производиться по данным ДТП. Следователь на месте ДТП сейчас в данный момент работает. Жизнь погибшего мужчины могли бы спасти каких-то 100 метров. Ровно столько он не дошел до ближайшего светофора. Теперь же этот несчастный случай пополнит список историй о грустных и неожиданных встречах на дорогах. Чтобы они не повторялись, полицейские убедительно просят водителей и пешеходов быть взаимовежливыми и хотя бы иногда вспоминать ПДД. И на сегодня это все. Я прощаюсь с вами до завтра. Берегите себя и своих близких.